Второй день недели российского ритейла. Мы находимся на экспозоне, разговариваем с нашими спикерами, участниками деловой программы. Елена, расскажите, с какими ожиданиями вы пришли на форум и как вам в целом сама неделя? Ну, сама неделя выдалась довольно насыщенной. Вчера была достаточно интересная пленарная сессия. Очень важные вещи были сказаны, такие установочные были сказаны в выступлении министра торговли и промышленно-нарсийской федерации Димиса Мантерова. Это всегда для нас каждый год является такой, ну, важной установочной точкой. Много интересных сессий на неделе ритейла. В частности, я принимала участие в сессии по экологическим аспектам. Это то, на что мы сейчас смотрим с особенным пристрастием. И были затронуты все четыре ключевые области, в которых сегодня ритейл сталкивается с экологической проблематикой. Прежде всего, это энергосбережение. Здесь многие компании показали свои кейсы, практики. Здесь все достаточно активно развивается, потому что под этим лежит экономика и экономический эффект. Это снижение себестоимости. Здесь практически нет законодательных ограничений. И многие компании, наши в том числе, показали интересные кейсы в этой области. Второе направление – это поиск идеальной упаковки. Мы много говорили о том, где сегодня, какая упаковка является идеальной, действительно ли мы должны идти по тому или иному пути. И мне кажется, что мы пришли к некоторым важным взаимным выводам относительно того, что все-таки идеальная упаковка – это только многоразовая, и бумажная упаковка, и пластиковая имеет свои плюсы и минусы, если смотреть в целом и на этапе, и суммировать экологическое влияние на этапе производства, на этапе потребления. И также поговорили о том, что весь мир идет в направлении рециклинга, в направлении переработки, и это тоже то направление, в котором мы должны двигаться совместно, стимулируя переработку, организовывая ее, и то, где мы могли бы получить достаточно большой эффект от синергии взаимных действий уже в ближайшем будущем. И также мы поговорили о вопросах сбора и утилизации вторичных отходов. Ведь есть очень простая дилемма. Любая использованная и ненужная нам вещь, она может стать либо отходом, который будет захораниваться на полигонах и увеличивать объем этих полигонов, либо почти всякая вещь может стать вторичным сырьем, направленным на переработку. И здесь ритейл, крупный ритейл, во всяком случае, сдает 100% весь пластика, картона, тары, которые образовываются сегодня в процессе торговли на уровне распределительных центров и магазинов. Например, в X5 Retail Group за прошлый год собрано 600 тысяч тонн пластика, картона и других видов, которые отданы на переработку и 22 миллиона по лет. Это достаточно значительные цифры и, в общем-то, такая ситуация у других крупнейших ритейлеров. Отдельный вопрос – это, каким образом производители мы могли бы участвовать в проектах сбора для населения. Здесь очень много аспектов, мы их сегодня обсуждали, но разговор был слишком, наверное, коротким для того, чтобы разобраться в этой теме. И нам, конечно, нужны новые площадки, нам нужно продолжать будет диалог на эту тему. Спасибо большое. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями. Спасибо. 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 . .